Здравствуйте друзья! Сегодня пишем вот этот пейзаж, если можешь увеличить. Фотоматериал Нашелся в интернете, естественно. Ну, я для настроения оделся по-летнему, даже с якорючками, кепочка такая, одесская. Так, для того, чтобы его писать, этот пейзаж, строительный пигмент, голубая краска и черная краска. И акриловые белила называются для радиаторов. Они более качественные и не настолько дорогие, как акриловые белила в магазинах для художников. Накладываю чуть-чуть голубой, смешиваю с белилами. Видите, получается такой голубенький цвет вполне. Немножко еще берем. Так, а черная слегка подгрязнит нам этот цвет для того, чтобы лучше смотрелся цвет, когда мы уже маслом, потому что будет слишком яркое звучание у него. И лучше начать на грязноватенькой поверхности. Вот вы видите, чуть-чуть черный добавил, голубой стал грязен. Очень хорошая тональность получилась. Удачно налил пропорцию. Чтобы он быстрее высыхал, а это, вы понимаете, это водяное растворение, то есть вода высохнет и все. Чтобы он быстрее высыхал, я его подношу к дующему обогревателю. И все происходит эффективно. Кто любит края закрашивать, вполне подходящий цвет для закраски краев. Жду, когда высохнет и приступаю к краплаку. Вы видите, красочки уже с моим портретиком. Можете заказывать у нас. Так. Макнул немножко в тройник. Взял белильца. Взял синица. Это ультрамарин. Здесь у нас очень синее небо. Видимо, после дождя. Вы видите, какой небольшой слой и как плотно лег благодаря подкладке. Да даже облака будет намного легче лишать при таком количестве вещества. Вот прямо дымом краски пользуюсь. Однако плотность закрашивания высокая. Сильный разбил беру, но не чисто белый, а все-таки синевато-фиолетоватый. Это воды. Чуть выше середины находится площадка. Белая площадка. Пены, которая подрезает камни. Стремится к середине, но ниже ее освещенная макушка волны передней. Практически чистый белило для дальней площадки. Для дальнего кромки волны. С этой разбивающейся пеной. Зелененький с охраной. Здесь практически чистая охра. Это кромка воды, пронизанная солнечным светом. Поэтому она такая желтенькая. Сейчас этот зеленый сталкивается с этим стальным цветом. К зеленому можно добавить коричневый. Болотистый цвет, который мы тоже видим на фотоматериале. Все это может стать вот такой мутью. Муть по своей природе водяна. Так, скалы. Ну, наверное, коричневенький. Ладно, пока черный. Черный, красный. Черный с красным дает некоторый коричневый оттенок. Черный, красный. Черный, красный. Черный, красный. На гребне скалы сидит маленькая чаечка. Мы ее обязательно пририсуем. Вдох. Черный. Черный, красный. Черный. Прямо сфинкс. Тут такая двухэтажная волна. Совсем не обязательно, чтобы она у нас на картине тоже была двухэтажной, чтобы не сильно усложнять себе жизнь. Обратите внимание, что когда я укладываю вот эти полосочки пен, я даже кисть не отпускаю от холста. Появляется как бы некое единство, единство этой сетки порванной пены. Темный кусок начинает заслоняться сиреневой пеночкой и перестает быть слишком мрачным. Ну что, друзья. В целом, мне кажется, работа... Мне кажется, очень красивая композиция и я рад, что я нашел ее в этом море интернетном. Так что, дилости прошу. Продолжение следует... Да. Продолжение следует...